ТВ 24 была, она меня все проводами путала. Главное, записала. 4,5 часа примерно меня. А потом была из других. И там какого-то нашла, который там стоит такой, с Кемеровской области. То есть тут она не могла найти ничего. А то дети, я учу их лгать. А как? Они убегают, потому что. Там как будто так Бог специально сделал, чтобы не надо было даже опровергать ничего. Само видео опровергает. Ну да. И как можно так говорить, что если я не разговариваю ни одного слова? Мне туда, наверное, как-то сесть надо. Да вот сюда сядь. Сюда плохо, чтобы перегораживать его. Да я буду ходить. Ходи. Ты ходи, а я тоже снимаю на всякий случай. А, ты поставил, да? Да. Ладно. Там свет надо зашторить, наверное, если ты хочешь снимать. Да, там зашторить. Можно свет зажечь этот? Там вон. Игнат Тихович. Давайте зашторим, зажгем, чтобы свет был лучше. Зажигай. Зашторь, пожалуйста. Закрой там, чтобы оно не освещало. Правое. Ну так, кстати, может и хуже. Ну еще она более ярко горит. Я не знаю, кажется, или так оно. Смотри. Нет, так бледновато. Так натуральный свет, он лучше будет, смотри. Нет, оттуда она будет темнить. Нормально. То, которое напротив, она не должна вообще, как стена. А, ты оттуда все снимать будешь? Я отсюда, отсюда буду ходить. Сейчас посмотрим. Он не определился. Но я думаю, что ему бы отсюда лучше снимать. Нет, нет, нет. Ему, если что, отдашь. Темновато. Вот это надо зашторить. Закрыть? Да. Тогда то открыть, если с той стороны будете снимать. Да. Давайте так. Если с той стороны. Да нет, так то нормально. Тогда то открыть. Ну все равно нет, то лучше открыть. Конечно. Я так скажу. А? Ну как? Все равно темновато. Ты все делаешь. Темновато. Ну конечно темновато, давай открывай. Осторожно. Просто смотри, я не переступаю никуда. Вот так нормально. Ну вот все. Все, все нормально. Игнать Тихонович. Сейчас подожди. Да. Такой вопрос. По проповеди. Как готовитесь к проповеди? Какие у вас соображения на этот счет? Такой опыт у вас по проповеди? Вас и митрополит просит и прочее. Ну надо учитывать, что у меня нет образования. Ни гуманитарного, ни религиозного. Я до всего доходил самовуком. Я делаю как-то там. Я знаю порядок, вступление, основная часть, там окончание. Я совершенно на это не смотрю. Вот когда пишу стихи. Ну их стихами назвать нельзя. Я называю проповеди в стихах. А вы знаете, я вам там начинаю где-то. Знаю, но ничего не беру. А как так? Как мне положено на сердце, так я и пишу. Люди не понимают, о чем даже я говорю. Ну вот когда прочитаешь, узнаешь. А где темы берете? Меня в литературном институте Лев Ашанин спрашивал. Темы где? Я говорю, вот у меня главная лестница. Я по ней поднимаюсь кверху. А дальше ответы. И там по одному стихотворению какая-то сессия была. Разрешали. Ну я тут подошел. Я к драматургу Розову приезжал. Ну и дорогой написалось несколько стихотворений. Там цыгане ехали как. Ну и мне разрешили. И другие надо просить еще. Я, кажется, стихотворение 4 сказал. Рассказал им там. И все удивились разнообразие. Лев Ашанин сказал, какой богатый словарный запас у вас. Я не учился, поэтому себя не глушил. Меня никто не мял, не давил. Один знаменитый священник. Знаменитый просто. И говорит, вот плохо, что вы не учились. Поэтому вы на академистов, на профессоров этих наших, на Осипова нападаете. Потому что сами не имеете образования. Такой вывод сделали. Я говорю, это моя заслуга перед Богом. Что я не позволил топтаться в моей душе. Мне нужно, что я сразу на молитву. Если трудности какие. Несколько раз ночью на молитву Бог меня поднимет. И говори, Господи, слушает Рад Твой. И в это время я тогда записываю, что есть. Не самую проповедь, а общий контекст. Вот так с стихотворениями. А стихотворения раз проповеди в стихах, ну, там просто немножко рифмовка дается. И здесь вот. Бывает по заказу. Я вел занятия в пяти университетах, в тринадцати школах. Это одновременно. Регулярно в милиции. Пять отделов милиции района Барнауля. А городской отдел и краевой. Это все мне принадлежало. Летное училище. Высшее авиационное училище. Звонок. Я уже у них там. Регулярно встречаюсь с курсантами. В фильм один попали. Я им говорю, если вы будете знать Слово Божие, вы эти герои. А если не будете знать Слово Божие, при вашем характере и спортивных возможностях, вы будете разные группировки образовывать, головорезами будете. И это все в интернете видно. Задача моя сказать так, если уже все, чтобы говорил не я Господь. Я беру по самой высшей шкале. Поэтому сидят там профессора, там у академики. Я их не вижу. Я смотрю по выше голову. И поэтому задача моя ничего не забыть. Иногда я беру с собой бумажки. Маленькие. А вот она упала. Вот это вот у меня бумажка. Вот она, картоночка. На две проповеди. Все. Я ее держу в руках зачитать местописание. Вот, когда приезжают за мной и говорят, у нас тема, это вот сейчас терроризм. Ну, просто кипущая тема. Хорошо, я к ней даже не готовлюсь. Я сам террористом хотел быть в детстве. Ну, я как у Павла было. Хотел, а меня Бог повернул, тебя будут гнать и убивать. Ну, и дальше. Бывает, в школах приехали за мной. Там собрали в городе учителей и директоров. Завучи всех школ. Большой зал. Ну, меня они маленько знали. И чтобы я перед ними выступил. Я спрашиваю, время сколько? Ну, вот, показывается. Там 15-20 минут. А там среди них сидит человек. Тоже преподаватель. Школа какого-то такого повышенного развития. Попов Ладанов Сергей Иванович в Барнауле. Школа юношеского какого-то развития. И он потом мне говорит, когда я вышел, а кто руководит у них этими там учителями, то он говорит, вот он наш главный враг. Вы слышали, что он говорил? Что наши вроде знания все... Ну, развращайте ученику. А меня близко знал директор 68-й школы Яковлев. Вот. Мы, Виктор. И мы с ним... Нет. Торшин, Торшин Виктор Яковлевич. И мы с ним вели уроки в 9-10 класс. Допустим, какая тема? Отцы и дети Тургенева. Он считает оттуда. А я даю трактовку. Это надо было слышать и видеть. В это время я вел регулярно каждую неделю три выступления. Одна была, как сегодня говорят, онлайн, часовая прямым эфиром. А там, когда пишешь, ты сидишь в студии, а на той стороне с магнитофонами там он показывает все. Ну, он не так, раз назад, по новой записывать. Я у них сколько там работал за несколько лет, ни разу, ни одного движения он не сделал, чтобы туда-сюда. Ну, 25 минут. Я говорю, мне нужно только одно, чтобы через стекла, а там огромное такое вот окно стекло, а он там сидит и на меня смотрит. На пальцах показывайте, сколько минут осталось. Поэтому я быстро начинаю купировать то, что, ну, потому что, как вот, у меня каждая книга 752 страницы, даже Новый Завет. И там бывает, то не хватает, а у меня раз, вода, державина. На первые четыре Евангелия не хватает больше Марсенковского, достоверное ли Евангелие. Так и здесь. Он говорит, а сколько работаю, и первый раз вижу, что ни родной остановки нет, и точно, чтобы укладывались. Ну, это уже, этому нельзя научить. Нет. Это только Господь может давать. Ну, допустим, тему, вчера я спросил, это заказная тема, я говорю, я здесь с вами, вы хотели бы о чем услышать? Ну, один человек и говорит, а первое люби. Я говорю, в Библии только один раз говорится об этом. Откровение 24, и это трудно, если один раз только говорится. А мне же Библия нужна. Поэтому я должен брать косвенные, которые были раньше, тоже первая любовь. Ну, маленько не об этом говорится. Ну, я сглажу. Второе. Второе было сказано, вот, что такое фанатизм и адепт. Вот, это на воскресенье я отложил фанатизм, а адепт я завтра скажу, а это сегодня. Помолился. Обдумал тему. Она у меня уже созревает. Теперь мне нужно все ввести в библейское русло. Это абсолютно везде у меня одинаково. В каждой проповеди раз в 30 открыть Библию. А сейчас я еще не все и вижу. Да и Библия там мелким шрифтом. Кого-то я избираю. Ну, ты можешь считать. Да горло болит. Ну, другой. А я заранее перехожу в церковь. В притворе там. И в Библии закладки накладываю, где нужно прочитать. Они у меня, вот они написаны. Места писания. Чтобы он легко мог найти. Все. Мне только указать, где Библию. Раньше я этого не делал. Вот я готовлю, допустим. 72 раза надо открыть Библию. 72. Я полностью цитирую эти места. Бывает не стих, а целый пакет. Пять стихов. И я их все цитирую. Ну, я и другие, может быть, из-за того, что много лет занимался вот этим изданием. Симфонии издавал. Там на одном месте цифру-то и катопщишься. Но не канонические 11 книг я издал. Это самое трудное было. 18 корректоров было и бросили не стали. Пришлось самому все доканчивать. Корректоры обычно... У меня два корректора. Там Алтайская правда из газеты. Они там корректируют. И на моей стороне оказались. И вот здесь я узнаю, подбираю все, что есть из Библии. Смотрю, что входит в это русло. Теперь, если ты эти стихи выпишешь оттуда, это еще не все. Да, ты можешь прочитать и дать для размышления. Но я-то пришел для того, чтобы разъяснить. Если я на кафедре, когда при этом подавал в университете, Игорь считает Дебунов. А я тогда даю. Трактовку он прочитал. Блаженов и Филакта. А дальше я разъясняю. Называется экстраполяция. Переносит события на сегодняшний день. И конкретно второй переклад на того, кто здесь находится. Ну а это уже высший класс. Я должен знать людей. Кто здесь люди. И как бы по заказу дать им. Иоанн Златовус идет и готовится он по порядку. Он не уверен, что надо этим заниматься. Но по порядку и Новый Завет. А в это время к нему приходит жалобщик один, сильно обиженный. Ему грозит чуть не смертная казнь. А у него секретарь Прокул. Он говорит, ну это можно. Я посмотрю, как он один будет. Посетители приходят. Никого нет. Он говорит, все. Он за мощную скважину посмотрел. А Ян Златовус с кем-то разговаривает. Там мужчина стоит. Стоит сзади его. А когда он прошел? Никто не видел. Ну на завтра этот пришел. Ни свет ни заря. Клиент. И опять та же самая история. Тогда на третий раз он говорит, не буду отходить никуда. Околы дверей. И та же история кто-то видит. Тогда он вошел и третий день ждет человека. А почему же не сказал? Так у вас сейчас кто-то был. Никого не было у меня. И вчера не было. Я пишу толкование на 1 Коринфянам. Он смотрит на икону. А то вот он был. А икона апостола Павла. И Златовус понял. Апостол Павел приходит к нему и кладет на сердце. И все дела отложил. И срочно стал писать, пока момент не упущенный. Вот это мне понятно. Теперь он делает это. До этого делал, так сказать, по специальности своей. Он патриарх. Проповедник. А теперь стал делать это уже по внушению с неба. А это не одно и то же. А бывает, вот я говорил, вот мне тему вчера отдали. Но туда теперь я вкладываю то, что даже здесь нет. Я должен знать толкование. Какие были. Я все проверяю. И повторов не делаю. Вот я стихотворение когда пишу. Нет таких стихов нигде больше. Ну вы же написали вот об этом, о любви. Но как я написал? О чем я там написал? Я могу сейчас открыть и показать. Да любви. И о любви божественной и человеческой. Но как? Я будто бы сам сижу в подводной лодке. Я в подводном плоти как бы был. И задыхаюсь без воздуха. Как я люблю теперь этот воздух. И вот теперь раненый генерал. Ему заплаты на кожу кладут. Это так и называется. Терпимый генерал кладет хирург заплаты. Понимаешь? Это нельзя высказать никак. Да. Вот конкретно меня спрашивают. Ну столько стихов. Там 3467. По 9 куплетов. Это 36 строчек. Я могу открыть и все показать. Это здесь. Ну. Кому то вы все таки подражаете. Может у вас любимый поэт есть. Меня допрашивает. Как это бывает где то там. На колоконах. На конгрессах. Люди которые знают. И отдельно встречи устраивают. Я не подражаю никому. Ну. Вы берете 500 поэтов. Это же понятно что. Тысячи. Не просто тысячи. Десятки тысяч. Десятки тысяч стихотворений. Вы понимаете. 500 поэтов мира за 300 лет. И я из них по нужной тематике. По вопросу. Который задали стихотворение. Одно из множества. Которые я должен вставить. Я должен знать их и все. Ну. На что похоже. Бальмант. Константин Дмитриевич. Вот. Примерно него. Он самый. Если так взять. Самый. Владовитый был. Плодотворный. Психосложение. Я все это попутно говорю. Теперь. Чтобы здесь было. Я имею этот опыт. Человек. Которого опыта не имеет. Ну. Как знать. Вот. Я на Златоуст. Приготовился. Другой. У него случай. Идет. И знает. Такая-то вот. Обстановка. Там. И. В городе. Антиохия. Бунт был. Статуи императора. Феодосия. Свалили. И. Поволокли ее по грязи. А в это время. Жалобщики. На. Тройку. Коней. В. Константинополь. С. Антиохией. А Ян Златоуст. Когда узнал. Это надо срочно посылать. А он. С. Флавианом был. Епископом. Ну. Как. Те-то выехали. Мы будем молиться. Чтобы не. Задержка была в пути. А так и было. Там. Колесо сломалось. И они. А эти. В это время. Первые. Приехали. А тут. У него. Настроение другое. Они. И. Рассказали. Как. Было. Что. Город. На довольстве. Стоял. Тут. Сняли. И. Народ. Забунтовал. Ну. Привыкли. На подачках. Жить. Я. Это беру. Ссылаясь. Иногда. На мирских. Меня. За это. Тоже. Треплет. Говорит. 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 Вот. Вы. Помянули. Конфуция. Терпение. Вторая глава. И. С первого. Тут. Прочитать. Надо. Будет. Со второго. Стиха. Знаю. Дела твои. И. Труд. Твой. Ангелу. Эфесской. И. Терпение. Твое. И. Испытал. Тех. Которые. Апостолами. Они. И. Нашел. Что. Лжецы. Ты. Много. Переносил. И. Для меня. И. Не. Пуфил. Но. Не. Против. Тебя. То. Что. Ты. Оставил. Первую. Любовь. Ага. Откровение. Два. Четыре. Я. Четверку. А. И. Не. Какие. Места. Писания. В. Теперь. Прорабатываю. когда я писал книги и пользовался этим у меня все время внутри было что я должны к тому кто составил эту программу меня это исключительно тонко развито чувство благодарности я этим даже надоедаю найдите мне всем кто там за найдите кто это сделал ну и кажется кто-то помогает мне один г вот он нашел тимофей х вьетнаме с в мгв учится я не все узнал связь установил и послал ему подарок я пользуюсь вашими трудом то выставил бесплатно для всех какой-то умница и теперь каждый день каждый день ну сколько там лет десять с лишним я молюсь они у меня теперь спрашиваю пользуйтесь до молились за него за кого затем а кто он такой ну одно и то же тебе попало то и мне попало почему у меня дальше начинается работа работа я тоскую что не могу найти его этот человек который мне облегчил труд в несколько раз потому что у меня в библии надо искать симфонию открывать от у тебя саду раз и мало того ссылка на несколько мест писания у меня в каждой книге примерно три тысячи раз надо библию открывать и местописание вот понимаешь чем разница это мне заранее бог дал чувство благодарности и поэтому те которые на меня нападают они для меня не существует потому что они все всем не должны через меня не уверовали через меня нашли мужей и жен из них дети у меня в лагере жили и отдавали на целые годы они у меня живут там я живу в городе пою кормлю чувство благодарности нет меня днем нечего говорить и хамить начинать зачем буду говорить мне разговаривать некогда почему а это осуждается и мусульманами этим всеми народами зачем я одно слово сказал как их бешенство они бесноватые явно буйно бесноватые и поэтому для меня это не существует если он не благодарен я разговаривать не буду я буду ему помогать и помогать и где-то до края дойдет и может быть он вздрогнет когда-то и вот здесь я это все использую кто он такой почему имеет кто они такие почему он не издамогал первую любовь оставил сначала разнать где она эта любовь теперь у меня задача показать по какой причине было ли у меня это и как теперь другие имели ли эту любовь скажу что 90 с лишним процентов не имели этой любви и они ничего не оставляли поэтому они живут думаю я храм хожу еще ищу богу надо я не пью не курю жене не изменяюсь дома деньги не ворую ну или это в такое понятие это не то он гордок святой придет и напомнит когда меня спрашивает это вы как могли знать вот беседовал с баптистами повторяю тысячелетний царство они привели четыре места они любят писание я не открывая библию процитировал 72 места 72 места и кое-где пакетами конечно они шокирование они про проигрыш стопроцентный сколько было бесед может быть сотни на эту тему их не я это господь им показывает открывает где-то а как вы запомнили я запомнил одно господь и дух святой придет и напомнит как можно было написать через пять лет матфею когда христа не было пять лет прошло но пять дней назад у нас что было ты я бывает она что же два дня то я не записал начинаю где мне дневник веду 70 лет примерно дневники и в тюрьме и в больнице я радуюсь что они выходят я недовольны что ответы дают в это время и вот как теперь на эту тему пойти дальше я ничего не вот это все мой поезд закончился что вы из этого возьмете а больше ничего вот это место это прочитаешь это здорово это классно можно сказать но люди ждут большего как это сделать так чтобы ко всем было и в первую очередь православным мы-то православные я занятого сектанта тут нет и поэтому я и пропаде говорю православным и конкретно к людям которые стоят и сделать так чтобы их не вымело отсюда но чтобы как-то пробиться к ним а я знаю я что они обидчивы и обидчивы это обидно не христианское дело обида это нерожденный свыше потому что у него другие чувствования он не понимает слова повторяя это у него нет ничего он нет он не понимает он мертвый это целая как говорят динаминация конфессия или ересь нет таких слов я просто говорю что этим прикрывается слова я он ересь и заблуждение и до него надо достучаться а возможно ли не знаю он извращает каждое слово господь сказал разрушите храм я созижу не сказал я разрушу не говорил он так говорил два свидетеля мне-то не говорят не говорил я тебя в уме не имел она бы если хотела эту душа мира но я не говорил о тебе я тебя не называл и самое главное я тебя в уме даже не имел а ей объяснили образование то там никакого нету и она теперь она не она теперь страдает страдает выдумано поехали узнавать там платить деньги за то чтобы объяснили что такое днк показали что сдают анализы да я не имел ввиду тебя хотя бы об этом сами говорили дальше то вы сами говорили об этом потому что ребенок ни на кого не похож я примеры говорю у меня разные случаи были и теперь они страдают страдают по-человечески за дурой свой за необразованность ей это надо у тебя беседую допустим с армянами а по столичной апостольской церковь григорианская говорят что вы не признали халкидонский собор там триста шестьдесят первый год где они граждансы не пригласили авто потом мы признаны не монофизиты не монофилиты они мне это сказали что я должен сказать нет вы монофилиты он исповедует уже нет вы все-таки монофизиты но значит ему человеку скандал нужен ему не надо больше ничего так и эти люди я сказал не было то не было у да слава богу мы друзья им не надо это они друг друга разжигает нет ты имел бы но и сказал я тебя не назвал ты сутом я не можешь подать ничего не не надо это я должен это учитывать и придет и дух святой напомнить через пять лет у марка 6 7 лет ему напомнил бог ну не ему напомнил как считается петру а он его сын и он писал это делал даша лука через 15 лет а я на через 35 лет после голгофа через 35 лет до без дневника если ты ты вообще не знаешь каком городе ты был в это время а они дословно дословно в кавычки мы берем поэтому я доверяюсь богу беру стопроцентно синодальный перевод никаких других переводов перевод 1876 года не признаю вот у меня библия с новым переводом лежит да там касьян перевел новый завет епископ я его насчитал для того чтобы знать насчитал на пленку полностью весь я много делал то что не пользуется для других то что книга она одна и чтобы они знали лучше синодального нет я это докажу любому за всю мировую историю лучше перевода не было и не может быть переводил не человек 14 духовной академии а переводчики отдельные какие были которые не в академиях вольстан даниил абрамович папский герасим петрович писали они учебники для иудейских школ еврейских это вообще воспитатели царских детей и потом еще давали на контроль синоду у них там три дня присутствие как называют там совещание один день посвящен был поступающим частям нового перевода а потом сравнивали а как это слово понятно что языки они знают но смотрели а как за то что то слово толковал как она понимал как ирины стри донская как это по-арабски а как это было у латинян сказано это вообще работа тагик за плориена только можно туда посунуть невозможно представить какой уровень образования я рассказываю когда горы сан армей мы беседовали евреи энциклопедические опознания у него и я его спросил вы можете так передавать ты работаешь с оригиналами еврейскими он вот так сидел до шанса игнатий тихоныч да ну что да нет конечно честный добрый человек я тоже занимался языками на мои знания беседовал с ними там выступал у немцев проповедь говорил но я всегда говорил знание мои микроскопичные стороне с тем что сейчас он говорит николай кузнецов где был все обман он не мог быть чтобы его не узнали это как у нас там щеком это то другое это нельзя сделать это другой человек был или не один зигертом оттуда он должен быть из той местности это разные диалекты ахок дождь я по это это не меня смотрят вы берлине были я не был я литературный язык знаю их немецкий ну так и любой я вот здесь когда я полностью доверяюсь тому что здесь написано видишь как как разливаясь и объясняю шире до берегов до самых и теперь я начинаю каждое слово смотреть я его выписываю теперь прихожу раньше делаю закладки желаем чтобы каждый из вас за совершенную верность и надежды скрывал такую а оказал такую же любовь до конца так я сразу беру и записываю это мне подойдет я знаю что тут сказать евреям 6 11 так больше мне ничего не надо это я считаю я говорю евреям 6 11 стоящими сейчас помощник он защитывает вы это убедите и дальше иеремия 225 иди возгласи в уши щели иерусалима так говорит господь я вспоминаю о дружности юности твоей любви твоей когда ты была невестой она последовала за мной в пустыню в землю вот это то 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 высушите слова господне дома яхар ой ой пойдет это как бы мне поменьше это успеть сказать но люди при людей привести к писанию иеремия 225 это параллельные места параллельные но они и не параллельные это по знанию он составлял когда этот тимофей х это очень высокий уровень в памяти и всего я пользуюсь постоянно им и постоянно молюсь за него ну и дальше какие места матфея посмотрел по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь охладеет это первая любовь охладеет она была вот теперь я ее теперь начинаю вот она все у меня здесь ну вот все так это шпаргалка моя не моя она от бога проповедь уже готова я все еще раз проверяю прихожу раньше в церковь и начинаю 1214 и начинаете места еще раз проверять сверяй правильный чтобы не назвать ну тут уже техника человек отойдет я стою его смотрю идет он так готов готов я тогда на первую особая закладка цветная первый в развернутом виде ему даю а дальше он смотрит какие открывает а если я где-то еду и разговор зайдет и мне необходимо так экспромтом то это другой вопрос я должен знать обстановку мы выходим из храма он прям рядом вот около метро и я стал говорить и и люди из храма выше они не насыщены православный храм москве они вокруг меня сразу все договори громче я стал говорю громче и одна женщина рядом стояла когда все я кончил говорить аминь она говорит она не говорит она просто мне денежку вложила помолить чтобы хрущев сдох скорее вот это да я возвращаю нет мне давать нельзя деньги у меня другое правило мне положили в карман 5 рублей у меня задача 6 минимум 6 отдать кому-то и чем больше мне толкают тем беднее я делаюсь я прожил на этом накале мне нельзя давать нельзя вот они сейчас за книги там у меня продали книги я не прикасаюсь говорю сразу отдайте на комбайн вот дорога ехал там дали на дорогу и туда у меня нет ничего я обладаю павел всем когда я считаю не имея мы обладаем всем мне это слово нравится и я его взял за основу ну вот я готовился те слова значения слов я объясняю а дальше показывает где это употребляется почему это оба слова ругательными стали ругательными я выписываю отсюда чем-то где-то маленькая там много значащее слово я беру определенное конкретное которое самое точное потому что вот человек который ничего не знает он одно толкование узнает у меня знакомый баптист и мы дружили с ним и он узнал а знаешь что это означает а я знаю 18 толкований на это место есть апокалипсис 7 и толковые 7 толкований на каждый стих на сроком на славянском там это вот это ну там написано андрей кесарик ападокийской когда говорит церковь судить так с первого века а сжим ню то есть я думаю я думаю вот так вот отец геннадий фаст все это отработал меня в трехтомники выше этого никому не подняться и лучше этого толкования нет на сегодняшний день я говорю об откровении и так здесь я нахожусь в откровении посмотрю дальше сейчас зайду в третий том найду что он там говорит эфесская эфесская я сейчас вот как делаю это сворачиваю у меня богатство здесь есть огромное богатство я не библия книги книги какие нет это не то это книги на отправку а где же у меня эти книги вот понимаешь я тут ищу сразу так книги наши все вот она где теперь что мне нужно новый завет в ворде и новый завет проверенный в ворде хорошо первый третий том я открываю третий том третий послание колоссин все правильно мне нужно слово эфес я сейчас заряжаю эфес а то немного и два раза что тут у меня еще и ошибки то делаю я не знаю два места там кажется пишут да одно вроде теперь я должен сказать оказывается это много какое же слово тогда взять тут трудно даже искать тогда я делаю так захожу протягиваю дальше в откровение мелькнет вторая глава откровение 1 2 где-то вот здесь теперь вот я теперь прохожу ну четвертая глава потому что ну большой материал большой просто погнал 2 2 2 24 это надо 2 2 4 стих ну еще найдем откровение 2 я не нашел какое слово которое бы мало встречалось оказалось ефесской ефесской надо было ефесской она на полностью слово было я сейчас заряжу тогда ефесской 2 с или нет ефесской ну ефесской 2 все такое а вот теперь мы посмотрим есть или нет сразу нашел сразу одним так и раскрыл и все выскочила вот а вот теперь посмотрим что у меня послание пишется каждый раз как бы не самой церкви а ее пастырю в ихе церкви виниться сам пастырь с него призывается к покаянию в этом грехе пастырю же идет и похвала за благочестие и добродетели его пастырю пастырю представляет собой как бы всю церковь обетование же воздаяние даются не пастырю а лишь тем кто побеждает так мы видим высоту пастырского служения на великую ответственность пастыре как обязаны дать отчет о душах пасты евреям ефес какой город был подробно пишет 2 2 знает твои дела так теперь смотри что знает в эти слова господь говорит каждому из семи посланий то есть он знает все дела каждого от него ничто не сокрыто я для него ничего тайна он знает все если дела ваши наши добрые то это великое для нас утешение если же наши дела злые то это грозное обречение каково нам будет когда на страшном суде оба слова с большой буквы сами узрим ока видевшие все и труд твой и вся не были деятельными христианами без всякого устреления много труднее господа и господь призрел на труд их принял его ибо был он истинен и во славу божию сейчас он наш труд знает наше начальство от которого мы зависим наше родное наше чрево ради которого много трудится человек но знаете наш труд царь небесный знает ли наш труд или скажет я никогда не видел вас трудящимися и терпение твое труд их был не по настроению а по терпению человек часто трудятся по настроению когда ему хочется господь же хочет видеть терпение труд кропотливый долгий непрерывный и неустанный и вообще во всяком деле надо проявлять терпение то что ты не можешь сносить развратный как легко мы сейчас носим развратный они же не могли сносить их община была безупречная в ней не было места развратным как я перво христианской церкви в русалиме считаем что из посторонних же никто не смел пристать к ним вот невыполнимое так было в ефесской церкви не сносили те христиане развратных среди своей обречали увещевали если не раскаивались отлучали потому народ прославлял их деяние 5 13 ныне же нет той церковной дисциплины сносят разбратных и иных и потому зачастую народ не прославляет но один смеются другие соблазняются а иные пристраиваются это перечислять гностики чтобы испытать ты много переносил имеешь терпение дальше четвертый стих оставил первую любовь можно себе представить как епископ ефесской церкви медленно разворачивать свиток с посланием говорит что это от возлюблены ими всеми апостола и она начинает считать дивные прохлады от господа и все радуясь веселье духовный вдруг епископ приостановлены маленькой частичкой но останавливает этот поток похвалы от господа но имею против тебя имеешь против меня что же имеешь ты святое проснул против меня но послание от самого христа это же имеешь Ты, Господи, против меня много тружусь, все терплю. Грешников иритиков обречаю, избергаю среды пасты моей. Трудимся много, не ищи славе или корысти. Фильм 1, 15. Как некоторые, но для Твоего имени, Господи. Что же можешь иметь Ты против меня? То, что Ты оставил первую любовь Твою. Что это означает? Апостол Павел в 13 главе 1 послания Коринфян воспевает гимн любви. И звучат слова этого гимна, напоминая, если мы не имеем любви, то хотя бы имели веру такую, что могли бы горы переставлять, хотя бы имели дар пророчества и знали все тайны, хотя бы все имение свое раздали, отдали тело свое на сожжение, хотя бы мы говорили языками ангельских духов бесплодных, то все равно это будет ничто. Все это не больше, чем медь звенящая. И для Бога все это не имеет значения, если совершенно без любви. Так можно много трудиться, терпеть и сторгать грех, и обречать ереси, переносить страдания, но если в сердце нет любви, то все это ничто. И Ты, говорит Христос, не имеешь любви. Какой любви? Первой любви. Во всем Писании это единственное место, где говорится о первой любви. Словами о любви наполнено все Писание, но о первой любви единственный раз говорится здесь. Первая любовь. Христос берет здесь в образ того первого, неповторимого, единственного трепетного чувства, которое бывает между женихом и невестой, которая ждет своего возлюбленного, ждет. Она еще не наслаждается, не утешается им, а только ждет его с тем своим существом. Делает все, чтобы только воссоединиться с ним, только о нем мыслит. Мы еще не соединились со Христом полностью, это будет в вечности. Сейчас церковь невеста ждет своего жениха, и каждая верующая душа устремляется к нему. Это есть первая любовь, чистая, нежная, ожидающая. Он первый. Мы часто любим Господа. Вторую любовь, третью, четвертую, седьмую, десятую. Первую любовь мы любим себя, второй свою семью, третий свою работу, четвертый каких-нибудь людей. И только где-то там, вдалеке, на последних местах у нас Христос. Таковы часто христиане. А Христос требует к себе первой любви. Кто отца и мать любит больше меня, тот не достоин меня. Первая любовь должна быть посвящена Христу. Существует такое примитивное понимание, что христиане любят Христа из корыстных побуждений. Он, мол, помогает, им обещает награды. Это совершенно неверно. Да и Христос не примет такой любви, если он кто так любит. Должна быть первая любовь, любовь ко Христу ради Христа самого. Проповедь уже готовая. Но это редко бывает, чтобы так открыл, и сразу все было. Надо посмотреть на сегодняшние дела. Это все надо взять во внимание. Как это будет? Ну и по времени надо смотреть. Ну это уже опыт. Многие размахивают руками. Иные вообще ни одного жеста не делают. Как правильно? Правильно так. И он простер руку, Павел говорит. Простер руку. И стал говорить. Опустил он или нет. Ну простер, простер. Дальше не написано. В другом месте где-то. Поднял руки. Дальше показал, указал. То есть движения могут. Но не по-итальянски. У итальянца 17 движений, к примеру. У англичанина одно. Ну они так консервативные. И вот кому ты будешь подражать? Ну когда сектанты говорят. И там где-то трибуна у него. Тут по мосту он по нему бегает. И женщины тоже. Терпеть не могу. Неужели апостолы бегали? Неужели Христос бегал по трибуне? Это нет. Не может этого быть. А если бы сказали по-другому никак. Не стал бы никак проповедовать. Считаю это неприемлемым. Совершенно неприемлемым. А как? Ну вот посмотрите как проповедует. Даже где-то говорит. Я могу показать священники. Как это воздержано. Я не буду называть даже кого. Но именно так. Им это дано. И это принимается на другом уровне. А это говорит он разметывает ветром куда-то все. Вот священник выступает один. Он много говорит. Я называю это прорезанный мешок спросом. Он сыпет бесконечно. И никогда не оглянется, что в храме торгует. Туда-сюда ходит. Больше всех у него роликов там. Уже наверное тысячи две семьсот. Наверное. Я всех знаю сколько. Заряжаю и смотрю когда канал. Ну это повторяет. Иногда он увлекается и не видит и не знает. И даже забудет, что Библия есть. Вот этот приезжал Жастас ко мне. А сейчас говорят, он не смеется. Мне трудно поверить. Но говорит, это после встречи с вами. А если он говорит с Дмитрием Смирновым, с батюшкой-то. И он га-га-га-га-га-га. Вот так он гогощит. Это беснование. Демон. Хохотун посажен ему. И опять говорит. И просто. А вы там были? Да-га-га-га-га-га-га-га. Вот мы идем по двору. У нас темнота. Я иду первый. Он идет. За мной. А Володя сзади. Спину видит. Он один идет. И временами из него это пульсирует. Как это не видеть-то? Это надо быть никаким. И он ему ни одного слова не сказал. Я ему это сказал не один раз. Проходит время. Он заболел. Что-то говорит. Ну это в интернете было. И перестал хохотать. Да так ли это? Не знаю. А если это так, то благодарение Богу. Мне говорят, ваша молитва услышана. Не знаю. Я ему подарил трехтомник. Писем православия. А зря отдал. Он не будет считать. Может быть и зря. Но когда я дарил, я дарил с любовью ему. Как его вытащить. Что попало считать. Что-то пытается образовать там. Я не говорю это по материальным. Его обманывать будут здесь. Это же русские люди. Но он. Никакой динаминации я не принадлежу. Я говорю, в Америке сколько? 21 тысяча. Библия одна. 21 тысяча. Несходно. Явно дело, что ерес. Это первый век. Он внимания не обращает. И вы ему дали. Дал. И не знаю, почему дал. Может быть, даже пожалел потом. Но не жалел я. И может быть, это тоже время от времени откроет. Ребенок подрастает там. Там много, что можно взять. Ребенок картинки может посмотреть. Гестава Даре. Вот подготовка к проповеди. А заранее проповеди готовите. Ну, знаете, когда я по радио говорил, то я засчитывал. Не засчитывал, а говорил по занятиям. Какие были в Потеряевке. Тематические. Я такие же избрал для радио. Я прочитаю, а дальше я уже на память говорю. Инструмент купили. Инструмент. Вот только там по радио я уже по-другому. Я говорил вам, как за мой завуч ходила в Новосибирске по школе. Сколько выступлений у вас было. И все вступительные слова, и все разные. Я захожу, гляну. Что там? Крест. Нет, а картина. Я картина беру. На доске надпись какая-то, я ее беру за основание. Я бы куда ни глянул. Вот иду, разговор о чем-то. Поэтому проповедь принимается именно к нему. Ребенок упал. Я на эту тему буду говорить. Обманул и побежал. Я на эту тему буду говорить. Это огромный-огромный опыт. У меня только в аудио здесь стоит тысяча, кажется, 300 с чем-то проповедей. Так это, может, десятая часть. Раньше никто не записывал. А я в поездах, в притворах, там где было метро, в музеях, везде проповедовал. Вот представь, Исаакиевский собор. Я там никогда не был. Я подхожу к воротам Исаакиевский. В честь кого назван? Исааки Далматский. Там вылитые фигуры, красиво, щетка. Никто его не знает. Я объясняю. У меня на улице в ворот уже началась проповедь. Я захожу. А там группа. Большой храм-то. Там группы четыре. А эта, которая основная, она здесь. А там написано. «Поднимите верхи врата ваши, и войдет царь славы». И она объясняет. Это на Пасху священник так. Ризы надевает богатые, и поэтому он, как царь славы, заходит в храм. Я говорю, это не так. А как? Я говорю, это псалтырное чтение. Псалом такой-то. Это означает, что Христос совершил искупительную жертву. И слава его столь велика, образно для человека, что в царские врата он не входит. А он наклоняется ни перед кем не наклоняется. Вам врата должны поднять вверх, и он войдет в царь славу. Она говорит, ну тогда и говорите. Она мне отдала своих этих. А я стал говорить, а те, которые там видят, толкутся, те подошли эти. И все четыре группы уже со мной. А там билеты продают. И, наконец, полностью весь храм забитый. Никто не выходит. А билеты купили, а зайти не могут. Люди пошли. Так нас не пускают. Как не пускают? Полный храм. Да как это так? Ну и узнали, что там. И гид стоит рядом. И тогда гид и говорит, знаете, вы маленько к выходу, чтобы люди выходили. Ну я пошел, люди шатнулись туда. Тогда я потихоньку на улицу. И вытянул тогда за собой народ. Вот я в Третьяковской галереи. Со мной идут человек пять. Там с Одессы, с России. И там один зал есть иконный. И интересная икона, она апокалипсис. Я больше нигде не видел. Старинные иконы. А что это означает? Я начинаю говорить громко. Люди больше и больше. И, наконец, полная комната на билосе. Ну, конечно, там сразу сообщили. Милиция. А милиция не может пройти. Ну что он там говорит-то? Ну хоть как-то. Ну кое-как они там протиснулись. Кто вам позволил? Что позволил? Ну вы тут что агитируете? Где я агитирую? Рядом люди стоят. Что я агитирую? Меня спросили значения. Со мной люди идут наши. Они не знают. Я объясняю. Милиция меня вот так окружила. И до меня никого не допускает. Я иду и со мной эта охрана. Как они меня любят. И когда я вышел, говорит, за вами обязательно потянутся. Я вышел, за мной тянутся. Я остановился в начале проповедовать. Они отстали. В поре Василия Блаженного. Когда он был закрыт. Я сейчас не знаю открыть. Нет. Я там проповедовал. В Эрмитаже. В Петергофе. В метро. При выходе из Кремля. Прямо ворот там пушка эта стоит. С ядром. Но я не могу сказать даже где. Не говоря там про Барнаул. Тут все было охвачено. Почему? Это моя любовь. Я на каждого человека смотрю, как на потенциально возможного адепта Иисуса Христа. Что он познает и придет. И мне это не в тягость. А в радость. Поэтому я старательно мету. Подметаю все, где есть, чтобы найти потерянную драхму. У меня все время в руке эта метла. Веник этот. А уже в вагонах, когда еду. То проводница не может пройти через вагон. Наша где. Есть соседняя там. И на полке на верхней. И здесь. Ну, не могу пройти. Она не может пройти. И люди-то задержались. Ну, нам скоро уже вылазить. Они кинулись. А ее там нет. И они остались без простыни. А батюшка смеется. Паста-то твоя бродит неприкаянная теперь. Так а сколько они получили? Вот. Когда еду я дорогой. Тут свидетельствовал. Ладно, едут с Украины четверо на заработки. Я им говорил, я слажено под стекли. Тут маленькие. Они все четверо слазят. Что вы делаете? И мы никуда не уйдем. Мы будем с вами. Это вообще надо. Я не знаю как. Я говорю, нет, я не работы дать не могу ничего. Сядьте на место. Идите, езжайте. Они стоят, поезд уходит. Кое-как их затолкал обратно. Ну что, за зомби.